Думаю, говорю, если можно, я взял новую биографию, поковетов кофеалистам игроков, то есть казахстане. Ну, все, надеваем, что они. Ему, кажется, можно иногда... Ну, поделись, да. Ему, зачем это надо? А у него ничего нет, потому что он там супермер содержит таких, там, где тряхнули это все, гнездо-то. Вот во всем должно быть благоразумие. Я говорил, что лежал вот эту, 24-я оборачиваю. Вот 2,45 кажется она, даже больше. 15 минут. Поехала в другой город, в другую епархию, в какого-то Ударцева Евгения нашла. Вот такая вот физиономия, такие рукавые глаза все. Ну знаете, это вы видели? Да, да, я видел. Он нужен тут, когда она по лагерю приехала. Зачем в другую епархию ехать и искать человека совершенно бессобестно и прочее? Зачем? Игнатий Тихонович, но с другой стороны, можно ведь посмотреть на это так, что она просто привела другое мнение. Какое мнение-то, когда он... Зачем приводить его? Когда она пришла правду узнать, а не мнение. Мнение, да мнение тысячи. Который из дома не вылазит, он и на все мнение, и все везде лезет. Никому оно не нужно, мнение-то. Он лжет. Он лжет, да. Ну да какое-то, а зачем к нему идти было? Значит, заказ был. Она его до конца не высказала, тут все взяла, ничего нигде нету. Прошла, побеседовала, поговорила, еще нигде нету. Да вряд ли это заказ. Так, смотри, сколько другого здесь. Вот сколько. А там он что-то делает такое. У тебя ребята трудятся. Здесь три березы. Так, потихоньку разворачивайся. Вы то, что получили, постарайтесь так-то... Примерно. Я просил программу вам написать или написать. Да мы как-то начали делать. Программу? Если я приехал. У меня она должна быть на руках. Во, несет. Или вам показать, как готовились снимать, что она спины. Какой доводь. Слушай, он тебе так веник можно привезти, брат. Да. Да. Вольности выписаны, картинки, кому что сказать. Никуда, никакой больности нет. Ну вот это Олег Янковский, кажется. Кресор Асанатов, Шокцов, озвучили. Меня просто... В телефоне многое записывали. Нет, жена была с ними вместе, а там уже было прямо по тексту. Он сам рассказывал. Прямо по тексту. И она говорит, жена со мной была все время, видимо, тексты показывала и считала. Нельзя было отступить никуда. Это непростое дело. Красиво бежит. Режиссора. Режиссора, если она показывает, что она приехала только по лагерю. Другого задания у нее никакого не было. А я на мнение... Каких мнений нам можно здесь набрать, в Москве? Который не встречался ни разу. Ни детей, ни лагерей. Какое его мнение-то будет? Ну, это дело, что лишь бы нажрать все. Так я просто не вижу проблемы. Ну, сказал он свою глупость. Нет. Нет, это не так просто. Человеческое слово имеет силу воплощаться. Это не нам не придумано. Сказанное, а оно где-то проявляется и не умирает. Не, но он же сам себя дискредитировал. Все знают, что дискредитированы. Ну, как бы никакой должности у нее... Ну, какое там это... Что-то там по конференциям решает, зачем ей это нужно было, когда она уже прошло немного времени, и она встречается ни с кем-то, с ардогеном в грудь этой... В Пурции. Там берет интервью. То есть человек этот при большой должности, и зачем ей ехать туда, совершенно не знающего человека, и влепить свой материал. Тут она беседует с батюшкой. Сидим со мной в лагере, в ней ничего нет против. Она понравилась. Ну, кто ей вставил? Ну, она или кто? Часто сами журналисты это придумывают? А? Часто, говорю, сами журналисты, кто это? Ну, они сами это вставляют для интереса... Ну, как это? Не просто надо было в другую партию ехать. Какое интересное? Чтобы ни один человек, кто смотрел, не сказал правду. Нет, это ложь. И все на него смотрят, и как он говорит, у хмылку, вот и по лице делает. Она на самое подлое где-то существо подобрала, и вставила в то, что... Она ходила, записывала, сидела, разговаривали. Ни одного слова не было, чтобы она где-то солгала. И вдруг раз... Я просто удивляюсь не тому, что она сделала, а то, что мы... Ну, как бы... У вас же еще было в ролике, как вы говорили об этом. В том, что, ну, в принципе, для меня... Я посмотрел тот, да, вот репортаж, и я его просто не заметил. Потому что я понял, что, ну, это сразу пустой человек, знаете, без имени, без всего. Ну, как бы, он для меня вообще не интересен. И, как бы, даже уделять внимание ему не стал. Ну, к журналисту у меня только один вопрос, зачем он его вставил. Можно было Кураева вставить, можно было еще кого-то. А он просто не интересен. Он, ну, не имеет права критиковать вас в такой степени. Никак, так он лжет, что детей я учил лгать. Детей я учил лгать. Где, когда, он не говорит. Я, когда я все время пресекаю, за одно дело нахожу так, а за ложь увеличится в 10 раз. У нас сурово наказывали за это дело. Я лишил питания его, еще что-то делать будет лишнее. И вдруг он это вставил. Я говорю, вот он пришел, я ему показал. Первый стеклитой КПРФ. Железнодорожного авиона. Тепло. ВОЖ тепло любит. Ничего больше нет. И все спрашивают, почему санэпидемстанция не смотрит, когда эти в Овшах живут. Он видел ВОЖ? Нет. Не просто слово, оно имеет силу воплощаться. И дальше санэпидемстанция. Всех детей проверить на завшивленность. А вот ему, ты вон видел ВШ? Нет, я не говорил, что есть ВШ. Я говорил только ВОЖ любит тепло. Понимаете как? Нам не надо подыгрывать им. Мы должны сказать, это подлость, это ложь. И она не останется незамеченной свыше. Приходит время, я прихожу к нему, его поразил псориоз. За что? И он теперь прокаженный сидит дома. Вот и дела-то какие. Мы здесь вот были, говорили. Ну, я больше никого не имею, никого больше нет. Вы сказали, нам надо походить где-то. По улицам у нас не ходят во-первых. Я сейчас закончу мысль. Не ходят. У нас в уставе написано, заметили какие-то люди ходят. Немедленно остановить, узнать куда и проводить, к кому пришли. Не ходят. Ни один человек просто приехал и по улицам гулял бы. Этого нет. Он при деле, пришел где-то сделать. Я прошу не делать этого. У вас все хорошо идет. Вам надо во двор выйти, выйдите, посмотрите на небо. За ограду, за дверь не выходите. Не надо. Сатана наклюет здесь. Вам такого дегтя. Вы обязательно пойдете туда, куда нельзя идти. Гнойный пузырь разорвется перед вами. Меня учить не надо в этом. Я этим живу с людьми и работаю. И мы не договаривались, что вы приедете и по улицу будете ходить. Я за вас отвечаю. Никуда не выходить. Я очень прошу. Игнатий Тихонович, так я и слова не говорил о том, что мы будем ходить где мы хотим. Я показал двор. В вашем дворе, где вы нам дали. Я хотел поснимать детали. На улицу не выходить. Мы прошли всю улицу, ко всем заходили. А мне и не надо больше. Нет смысла. Я прошу. Я то, что обещал, я и выполняю. Зачем мне подставу делать? Да нет. Вы мои люди. Я за вас отвечаю. Я сделал все, что мог. За ограду одним не выходить. Если нужно где-то, возьмите с собой, с моего разрешения. Вы шли в этом русле, как вы хотели. Я спрашивал, надо туда, надо. Мы сразу пошли. Это я пришел. Расшевелите там, придите. Вытащили на улицу. Я теперь зашел вовнутрь. Не спрятали? Нет. Это прячется. И ее расшевелили. Это, может, последнее интервью. Человек. Третья неделя она едва-едва поднялась. Еще спрашиваете. Вопросы. У нас нет какого-то желания на вас чернуху клепать, если вы про это. Я прошу, потому что у меня внутри вот это сказали. Живите хорошо. Под тарелку туда не заглядывайте. Там мышка. Она выскочит и вас выгонят оттуда. Нам зачем это? Это во всем мире такое. Мы сейчас вот придем, сейчас мы будем поужинать. Если вам это нужно, у нас большой двор. Дойти до собак и на улицу за ограду не выходить. Договорились? Договорились. Ну, я следить не буду. Чтобы вы уехали как родные и близкие. Мы и не собирались этого делать ничего. Я так понял, поэтому рассказал эту поэму. Идите сюда. Не под такие виды. Вы видите, там вот она прячется. А почему? Вопрос. Культура у нее такая. Нет. Вы понимаете? Страшно. Чего?